На левой руке должен быть большой мизинец, на правой большой указатель. Так начинается обычный урок для учеников младших классов средней школы номер 27. За партами всего несколько юных брещан, которые, преодолевая скованность и трудности, учатся контролировать свою речь. А помогает им в этом логопед-дефектолог Василина Павлючик. Этот опытный преподаватель с 17-летним стажем может найти подход к любому ученику с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Большая часть ее воспитанников – дети с нарушением речи, то есть те, кто плохо выговаривает звуки. Вообще работа дефектолога требует очень творческого подхода. Она очень сложная. Почему? Потому что каждый год набираются новые дети, они все разные. И такого шаблона, в котором написаны какие-то методические документы, разработки уроков, планирования, этого ничего нет. Дефектолог это составляет сам. Трудно приходится не только логопеду, но и детям. В начале своего обучения они чувствуют, что отличаются от других школьников, что у них не все так гладко с речью. Но руководство 27-й школы сделало ход конем, создав интегрированные классы, которые есть в каждой параллели. Их отличие от обычных лишь в том, что младшая школа охватывает не 4 года, а все 5 лет. То есть первый класс растянут на 2 года. И это очень удобно для полного освоения информации, говорят родители. У моего ребенка тяжелое нарушение речи. То есть мы жили в Столинском районе, у нас не было интегрированных классов. И нам пришлось приехать в Брест для развития ребенка, чтобы наладить у него речь и все проблемы, которые связаны с обучением. Самое основное, что ребенок должен взять в начальную школу, это именно 2 года. Вот первый класс это очень хорошо. То есть именно благодаря этому он все сразу взял. И как бы я вижу большие результаты. У нас очень хороший дефектолог, который много делает для детей, она старается. Стараются и ученики, каждый день преодолевая трудности. Говорить на камеру они хоть и стеснялись, но старались произнести все звуки так, как учила их Василина Григорьевна. Я плохо слышу, и из-за того, что плохо слышу, я не заслышала в детстве звуки, которые правильно произносятся. Занятия, как мы занимаемся, учимся, точнее узнаем какие-нибудь новые слова, которых я не понимаю. В школе номер 27 с такими детьми работает три дефектолога. Но сеть логопедической помощи в Ленинском районе города очень широкая. В 11 школах и двух учреждениях образования школа-сад есть пункты коррекционно-педагогической помощи. О проблемах с речью подрастающего поколения родители и специалисты трубят давно. Причин может быть масса, но совет от профессионалов всегда один. Родителям стоит больше говорить со своими детьми. Ведь речь это один из процессов, который в том числе развивается по подражанию. Если мы говорим с ребенком много, целенаправленно, просим его повторить за нами, речь у ребенка развивается, конечно, быстрее. Не нужно отмахиваться от детских вопросов, не нужно забывать о том, что рядом ребенок. Всегда нужно помнить, что с ребенком надо говорить. Логопед помимо исправления произношения отдельных звуков, помогает с разнообразными нарушениями речи, недоразвитием, дефектами произношения, темпом и тембром речи. Именно логопеду ребенок доверяет свои проблемы, которых стесняется в обществе. Сегодняшний праздник – это весомый повод сказать этим специалистам спасибо за заботу о наших детях, за красивую и правильную речь нашего будущего поколения. Мирослава Коваленко, Эдуард Букунович, телекомпания БУК-ТВ